Добрый день, друзья! С вами Василий Николаевич Рогожин. Сегодня я хочу поговорить с вами о работе портала небезызвестного многим Решу ЕГЭ. Замечательный портал, который оказывает большую помощь не только ученикам, но и преподавателям. Здесь опубликованы вопросы и ответы к ним для подготовки к ЕГЭ по математике, информатике, русскому языку, английскому языку, по химии, по биологии. Что касается предметов математика, химии, биологии, которые являются нашими профилирующими, то по этим предметам, пожалуй, весь портал мы уже изучили вдоль и поперек. И в прошлом году с ним активно работали наши преподаватели. Этот портал очень нам помогал и в подготовке домашних тестирований, контрольных тестирований. Ну и, разумеется, мы многим своим ученикам рекомендовали почаще посещать этот портал, просто для того, чтобы побольше знакомиться с вопросами ЕГЭ-тестирования, которые могут им попасться на экзамене. За прошлый год я отправил администраторам сайта Решу ЕГЭ более 300 сообщений об ошибках, некорректных формулировках вопросов, которые часто встречаются в ЕГЭ по биологии. И вот об одном из таких вопросов части А, А14, я бы хотел сегодня с вами поговорить и продемонстрировать, как на примере этого вопроса работает администратор раздела биология Решу ЕГЭ Наталья Баштанник. Вопрос 4102 формулируется следующим образом. Ланцетник относится к группе животных. И четыре варианта ответа – беспозвоночных, позвоночных, бесчерепных или мягкотелых. В пояснении администратор указывает, что у ланцетника нет костного скелета, это совершенно верно. Череп отсутствует – тоже верно, поэтому его относят к подтипу бесчерепных животных. Правильный ответ указан под номером 3. С этим я безусловно согласен, однако хочу обратить ваше внимание на ответ под номером 1 – беспозвоночные, который тоже является верным. О своем мнении я сообщил в комментариях, и, собственно говоря, эти комментарии остались только в сохраненной браузером Яндекс копии этой страницы. Почему сейчас этого нет, я объясню чуть позже. Итак, здесь в ответах на вопросы можно видеть мое сообщение аж от 17 мая 2013 года. Здесь, ну, можно сказать, мой порыв души. Видимо, не первый был вопрос уже за тот день. Я пишу. Как видно, здесь подходят и первые беспозвоночные, и третьи бесчерепные. И все-таки бесконечно количество некорректных заданий в ЕГЭ. Жуть. Как детей учить? Ну, на что Наталья Баштанник из Новочеркасска мне отвечает следующим образом. Я, конечно, извиняюсь, но к беспозвоночным относятся кишечно-полостные, черви все типы и членистоногие, но никак не хордовые, в том числе и не ланцетник. Разумеется, с мнением Натальи в данном случае я не мог согласиться, о чем написал в следующем же сообщении, который, к сожалению, не сохранилось. Дело в том, что после моего сообщения, спустя сутки, весь вопрос про ланцетника, а также все комментарии к нему, были удалены администратором сайта. Вы это можете видеть. В сохраненной копии вопрос фигурирует. Обратите внимание, вопрос про ланцетника под номером 4102 идет сразу после вопроса об открытии ланцетника Ковалевским под номером 4101. Но это только в сохраненной копии. Сегодня же на этой же страничке того же сайта мы видим, что после вопроса номер 4101 про открытие ланцетника Ковалевским идет вопрос 4103. А наш вопрос 4102 исчез. Возвращаюсь на сохраненную копию. Итак, почему же этот вопрос был удален, можно только догадываться. Но я на всякий случай представлю свой комментарий, который я в качестве ответа представил на этот сайт для Наталии Баштанник. Уважаемая Наталья, не стоит извиняться. Возможно, вы просто забыли о том, что не все хордовые являются позвоночными. Смею напомнить вам о том, что позвоночные – это лишь один из трех подтипов типа хордовые. И ланцетник к этому подтипу не относится. Он принадлежит к подтипу бесчерепных. И позвоночника у него нет. А исходя из того, что беспозвоночные – это парафилитическая группа, можно сказать, пережиток прошлого, то к беспозвоночным следует относить не только перечисленных вами животных, но также и бесчерепных, куда относится ланцетник, и оболочников, относящихся к типу хордовых. Ну и на всякий случай я написал еще абзац. Надеюсь, вы опубликуете мой комментарий, ведь мы с вами трудимся над тем, чтобы наши дети получали достоверные знания, а не просто умели тыкать в правильный ответ. И написал я этот абзац только потому, что за весь прошлый год работы с этим порталом из 300 моих опубликованных комментариев на сайте сейчас фигурирует около 15. Куда делись остальные более чем 250 моих комментариев на многие проблемные вопросы? Ну, я думаю, многим понятно. По всей видимости, они по каким-то причинам были также удалены, как и вопрос про ланцетника. Ну, а вам, друзья, я желаю успехов в обучении, и для тех, кто работает с порталом Решу ЕГЭ, я хочу посоветовать быть бдительным, тренироваться, но с умом, и обращать внимание на сложные вопросы, проблемные, и если какие-то сложности возникают у вас или несогласия с тем, что пишет администратор, вы можете выяснять этот вопрос у ваших ведущих преподавателей.